Дорогие друзья, помните я снимала видео, просила подсказать, что же это такое. Вот смотрите, яблонька молодая и между веточек, вот видите, у оснований. Вот такой белый мох. Все знакомые мои сказали, что это бактериальное заболевание, что надо брызгать от бактерий. И спасибо человечку, который написал, что же это такое. Оказывается, это пенница слюнявая и это ее гнездышки. Меня смущало то, что это грибковое заболевание. Почему? Потому что когда я вот раздавливаю, берешь вот так, раздавливаешь, смотрите. И точно вот как черную смородину в руках раздавил. И чувствуешь, что это живое. Ну вот я тогда отбрызгала окорицидом от тли. И топсин взяла на всякий случай от заболевания, потому что правда не знала, что это такое. Ну как понимаю, мои знакомые тоже не знали. Вот эта пенница слюнявая, чем ты ее не брызгай оказывается. Я ж теперь, спасибо людям, которые написали мне, оказывается, чем не брызгай. Вот эта вот пена, она защищает вот эти вот гнездышки. И они скоро начнут лупиться. В интернете прочитала, что лучше взять это все и убрать руками. И просто раздавить. Не дать возможность им вылупиться. Посмотри, ну если это... Солнце светит, ничего не вижу. Если это сильно раскидано по дереву и что невозможно собрать, да, тогда советуют побрызгать типа фитовермом, да. Вот. Ну дерево у меня маленькое, попробую все сейчас собрать, раздавить. Вот. И если не поможет, если завтра опять это все я увижу, придется брызгать. И самое интересное, что этот зверек, насекомый, вредитель, очень опасный, такой же, как и тля. Если он размножится, то мало не покажется. И он летает. Вот. И я только что лазила в огурцах, полола их, пропалывала. И вы представляете, я увидела вживую то, что видела в интернете фотографию. Это действительно, это зараза. Я ее попыталась поймать, она сразу взлетела. Но она настолько близко и настолько четко была видна. Так что, смотрите, вот даже яблочки засыхают. И вот, тоже с этой пенкой, да. И настолько это видно было четко, этого зверечка, точно как вот на фотографии. Так что, тот, кто еще не знает и не знаком, дай бог, чтобы вы это не узнали, что это такое. Ну вот, есть такой зверечек, который насекомый, который съедает наши растения, точно так же, как и остальные всякие жучки и червячки. Ну, кратная умка. И с ним тоже, оказывается, надо бороться. И никакое это не бактериальное заболевание. Так что, дорогие садоводы-любители, я вам желаю, чтобы у вас поменьше зверков и насекомых съедала ваш урожай. Вот. И очень благодарна тем людям, которые подсказали, что надо делать. Спасибо большое всем за просмотр.